Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной интересный видеоролик, связанный с аккаунтом, на котором мы играем исключительно на одной пушке. Это Shaft. Сегодня мы на Chipper Daily. Сегодня у нас будет разговорный игровой видеоролик. Сегодня поговорим о том, что у нас вообще происходит на данном интересном аккаунте. Вам нравится данная, ну можно сказать, рубрика. Вы её поддерживаете лайком. И если ничего не изменилось за тот период времени, то обязательно также не забывайте поддерживать и данный видеоролик. Своим лукасом, как только 150 лукасов набирается, я соответственно понимаю, что видеоролик по данному аккаунту уже должен обязательно выходить. Сегодня поговорим, что у нас произошло за последнее время на данном аккаунте. Прошли, как вы знаете, скидочки у нас. Я прикупил себе нового, наконец-таки, дрона. Это защитник. Уже качается четвёртый шаг данного интересного дрона. Потихонечку, потихонечку, конечно же, всё это дело я буду выкачивать. Также накопил небольшое количество контейнеров. В конце, я думаю, что данного видеоролика мы их откроем. Посмотрим, что из них выпадет. Может быть, что-то интересное здесь будет. Ну и самое интересное, наверное, это то, что уже совсем скоро подходит у нас к концу прокачка нашего Hornet Shoft. Уже Харька качается последний двадцатый шаг. Что касаемо Shoft, то качается у нас получается девятнадцатый. На двадцатый я, скорее всего, поставлю на ближайших скидках. Может быть, там дисконт уикенд будет совсем скоро. Либо же уже тогда поставлю на день рождения танков онлайн. И тогда уже начну для себя открывать какие-то новые идеи по данному аккаунту. Думать о том, что уже в дальнейшем прокачивать. Какие, возможно, резисты. Какие дроны в дальнейшем буду прокачивать. Понятное дело, что изначально акцент идет исключительно на дрон-защитник. Потому что на данный период времени для меня данный дрон является самым лучшим в матчмейкинге. И не только, если даже в любых других катках встречаются бои с дронами, можно сказать так. То все равно я считаю, что защитник подходит прям суперски, просто великолепно. Отличный нагибаторский дрон, который в данный период времени находится в идеальном, как по мне, балансе. Дальше же, конечно же, акцент пойдет у нас на резист. Конечно же, данный аккаунт нуждается в них. И после того, как я уже докачаю данного интересного хорната шафта, это уже случится совсем скоро, я начну смотреть на резы, смотреть вообще, что стоит мне прокачивать, на что стоит делать больше акцент, на какие именно резисты. Понятное дело, что их на данный период времени не такое большое количество и надо. Мне не стоит скупать все резы. Я, наверное, остановлюсь на каких 4-5 резистах, которые буду выкачивать в дальнейшем. Да, понятное дело, что на данный период времени у меня не открываются МК-7 резисты, но большинство резов открывается МК-6. Если я не ошибаюсь, даже можем сейчас проверить со звания либо бригадира, либо генерал-майора, если я не ошибаюсь. Именно так это звание звучит. Например, такие резисты, которые мне, по сути, и нужны будут. Это резист от Магнума, он открывается с генерал-майора МК-6, 30% рез. Дальше у нас что по резистам? От резисты, конечно же, резиста открывается также с генерал-майора. От грома резист с бригадира открывается со следующего звания. Пулеметик открывается также с генерал-майора. И последний резист, наверное, который я хотел бы сделать акцент, это резист от какого-нибудь там молота, да, то есть молота тоже бывает. Ну, молот, рикошет, твинс, я думаю, что постепенно я все равно эти резисты прикуплю. Но вот если делать максимальный акцент на те дроны, которые мне нужны прямо сейчас, это, конечно же, гром, риса, магнум, гаусс. То есть вот эти вот 4 резиста, которые идут друг за другом, это те самые резисты, которые я 100% буду покупать в первую очередь. Потому что это дальнобойные пушки и те пушки, которые используются в большинстве случаев в матчмейкинговых боях. Поэтому здесь ни для кого не секрет, купим 4 данных реза, начнем их либо же выкачивать уже сразу же. Все зависит от того, насколько быстро будет прокачиваться звание на данном аккаунте. Все же вы и сами видели, что как минимум мне нужно поднять бригадира. А чтобы поднять бригадира на данный период времени, мне осталось поднять 46 тысяч опыта. Соответственно, на это тоже надо потратить какой-то промежуток времени, чтобы все это дело выкачать. Ну и потом, соответственно, уже начинать закупку данных интересных дронов. Ой, дронов, говорю, резистов. Ну а если я хочу полноценно прикупить все нужные дроны, то мне вообще надо звание генерал-майора. Там до него, ну, где-то в общем и целом, наверное, где-то около 100 тысяч опыта мне еще нужно поднять. Но, по сути, как вы знаете, при нормальных иксах, при нормальных фондах, при нормальных всяких там дисконт-викендах, изоляция и прочих интересных вещей, мне не составит особо большого труда набить данные цифры. Даже можно там, грубо говоря, на одном каком-то большом стриме все это дело набить, наколотить в каком-нибудь там режиме джиггернаута или еще где-нибудь. Главное, чтобы была какая-то определенная мотивация, был бы какой-то ивент хотя бы посвященный этому, чтобы я этот опыт не набивал полностью впустую. То есть, в предыдущий раз, когда я набивал большое количество очков на данном аккаунте, это было связано с изоляцией 1.0, если я не ошибаюсь. И тогда я делал акцент не только на изоляцию, но и на поднятие звания, потому что... Либо даже тогда и не изоляции не было, я не помню, если честно. Или бы... А, нет, изоляцию нет, я ошибся. Изоляцию я набивал до этого, я набивал опыт ради того, чтобы покупить данные интересные устройства на данном аккаунте, да, со сторонним выстрелом шафта. И тогда мне получилось за день поднять две, если я не ошибаюсь, даже две с половиной, можно даже сказать, звонки. И, по сути, да, если сейчас логически подумать, то, конечно, все это дело я делал зря. Мог бы сохранить там звание. Ну, никто не знал, что так вообще все это дело повернется. Я уже об этом много раз говорил, об этой несправедливости, которая произошла у нас в игре с этими устройствами. Но сегодня, я думаю, что об этом я говорить не буду. Ну, кто знает, тот знает. Поэтому звание поднимать на данном аккаунте не является какой-то очень трудной задачей, но все же хотелось бы, чтобы, когда я поднимал это звание, была хотя бы какая-то дополнительная мотивация, дополнительная цель. То есть, либо какой-то ивент в игре был бы дополнительный, либо там были бы фанды какие-то, либо мне нужно было бы там пройти какое-то определенное количество звезд набить для челлендза, чтобы был какой-то вообще стимул и смысл в этом. Просто, если я сейчас на сдуру начну просто бить это нереальнейшее большое количество опыта с целью только одной, что мне надо купить резисты, я считаю, что это будет как-то неправильно и с какой-то стороны даже глупо. Поэтому все же, я думаю, что какой-то период времени мы подождем, выждем, подождем что-то интересное в игре, и тогда уже накинемся на этот аккаунт, набьем, как я уже сказал, определенное звание, чтобы открылись у нас резисты на данном аккаунте, и тогда уже спокойнейшим образом мы все это дело начнем выкупать, начнем потихонечку, конечно же, прокачивать, и, соответственно, уже аккаунт будет преображаться на таком уже звании, с хорнатыша в том МК-8, либо М-4, уже будут хорошие резисты, уже будет дрон, который я уже на данный период времени потихонечку начинаю прокачивать, ну и, соответственно, для меня уже не будет вообще никаких, никакого дискомфорта в боях, никаких проблем у меня не будет там связанных с тем, что меня там кто-то будет нагибать или еще что-то, да, то есть я буду спокойно себя, комфортно чувствовать, и даже спокойнейшим образом могу играть в том же Джиггернауте, и не только в нем, да, то есть если раньше у меня не было тройного шафта, и в большинстве случаев в почти всех катках матчмейкинга было, ну, не совсем комфортно, я вам откровенно говорю, то сейчас, играя на любой катке с данным устройством на этой пушке, я себя чувствую объективно очень хорошо, могу быстро нанести большой урон по противнику, и ни в чем себе вообще, по сути, не отказывать. Дополнительно, если будет еще дрончик, резисты, то, ну, просто можно, как говорится, road to легенда там, и все дела туда-сюда, и без особых проблем добивать лего, и ни в чем себе, как бы, не отказывать. Ну, понятное дело, что звание так быстро у нас здесь подниматься не будет, как бы я бы не хотел, все же я играю в большинстве случаев в матчмейкинге, в матчмейкинге на данный период времени опыт чересчур быстро не идет. Катку мы, к слову, выигрываем, ну, и заканчиваю ее с первым местом, так разговариваю, нормально 460 опыта на таких звонках набил. Поэтому, друзья, наверное, это все, что я хотел сказать сегодня, сейчас переходим к открытию контейнеров, которые у нас накопились, 13 штучек, да, не сказать, что их много, но все же откроем, посмотрим, что мне из них сегодня дропнет. Первый 10 тысяч кристаллов, довольно неплохо. Второй тоже кристаллы. Кристаллы на этом аккаунте, я сказал бы, никогда не бывают лишними, поэтому даже лучше, чтобы мне не падали какие-то там нелепые устройства, которые, по сути, мне вообще не нужны, да, если там на корпус упадет на хорек, будет прекрасно, но шанс, вы понимаете, чтобы упало устройство, например, там иммунитет от поджога на хорек, очень-очень маленький, и поэтому, я думаю, что не стоит особо даже надеяться на это, а просто можно пособирать там кристаллики, какие-то голдишки, какие-то аптечки, еще что-то, да, то есть, ни в чем себе, по сути, в дальнейшем не отказывать, и сказать, что даже неплохой какой-то дроп выпал, конечно, ни одного свечения хорошего, мне не дропнул у нас этих контейнеров, открывает последний, и тоже белые, 3,5 тысяч кристаллов, ну, где-то порядка 20-30 тысяч кристаллов плюс анули, я, в принципе, особо не расстраиваюсь, недельные контейнеры на данный период времени я коплю, потому что не вижу смысла, мне, ну, особо нет нужды в их открытии, а сами вы знаете, что с каждым званием приз в этих недельных контейнерах становится больше, поэтому на данный период времени открывать их, ну, просто не вижу смысла, пусть копятся, пусть собираются, может быть, наберется большое количество на какой-то определенный ивент, когда мне нужны будут кристаллы, я их открою, и, соответственно, прикуплю то, что будет нужно. Вот такой вот видеоролик, друзья, получился, если вам понравился, то не забывайте прожимать лайк, если вы хотите видеть данный интересный аккаунт, как можно, как можно чаще, и в виде игровых видеороликов, потому что я уверен, что многим интересно посмотреть, что я смогу вообще показать на этом шахте, в каких-то определенных режимах, понятное дело, что в большинстве случаев это будут маленькие звания, но, если вы хотите увидеть, как данный аккаунт себя чувствует к приближенным большим званиям, то есть там маршалы, фельдмаршалы, и по нарастанию, то есть может даже к легендам кинет, если я в правильный пик в группе пойду, то прожмите лайк, напишите по этому поводу в комментариях, я обязательно тогда что-то интересное придумаю и постараюсь попасть на полковники к легендам, и там уже посмотрим, нагибает ли мой полковничек на данный период времени против нагибаторских легенд. С вами был мистер Ванька, друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok